я начинаю по-новому техническая неисправность я надеюсь что теперь вы все видите вот и я того же брата прошу подтвердить что все нормально или уже может быть еще раз побеспокоить антона давайте уже наверняка сегодня очень много важных тем давайте тогда брат юрий владимирович подтвердить что все нормально вот такое начало пишет камера включена я надеюсь и звуки все нормально вот всякий случай начну второй заход и так мое знакомство с владимиром топилиным современным классиком наш с вами современник встреча почти случайно в сезой когда на встречу с ними пришли сезинские жители и я вручил ему свою книгу я железо угорожаю тем что я вручил ему свою книгу далее значит и так вот это вот то что называется лохотрон 90 процентов людей абсолютно уверенно что когда они видят вот эти яблоки а существует индустрия по изготовлению вот этих вот плакатов независимо от того как какие санкции продаются то есть там все само по себе а вот эти вот фотографии сами по себе вот естественно огромного размера некоторые попадаются размером детскую голову и это с небольшой арбуз размер фруктов якобы впечатляет вот и тогда я сказал себе ура мне повезло присылает мне вот это вот вот это вот вот это вот у меня Феврена Александровна Савейнич в чем разница давайте прочитаем ее для того что меня как бы Курдимов Николай Иванович переучил в какой-то степени да было время когда я железо выращивал 200 граммовые 300 граммовые 400 граммовые 500 граммовые однако 650 граммовые яблоки был случай вот я начал с каким-то пренебрежением относиться к полукультуркам Курдимов когда рассказал что это не просто полукультурки а это не просто не только прошлая страна это будущая страна поверите и вот я получаю вот эту фотографию от Ириана Александровна Савинич нашей с вами как ее назвать соучастницы члены нашего кружка и одновременно будущий кандидат наук через несколько месяцев это случится дальше что она пишет о неказистых яблоках без обработки которые никто не берет потому что они не красивы у меня растет в саду полукультурка сорт у вас КОВЕ у него необычная форма сердцевидная особенность сорта в моем саду так же как в вашем но обработок так не дай бог не дай бог Алло Антон это я звонил потому что оказывается не было это трансляции звука я переключал по новому трансляцию и хотел от вас еще раз доброго слышать но брат говорит что все нормально а проверили ну все тогда продолжаю так спокойно теперь так теперь итак ноль обработок заметьте этот человек из другого мира из ученого мира вот это наш мостик наш с вами мостик для общения с наукой итак ноль обработок перед поездкой к вам на прошлой неделе достал из погреба вот как выглядит не козистое но сочные нерыхлые лёжкие 8 месяцев вы представляете 8 для полукультурах это где вы раздобыли это рекорд вы знаете я начинал с полукультурах я знаю что говорю это рекорд 8 месяцев лёжка это считаете почти на следующий урожай по вкусу прекрасное похоже на всем известный магазин и голден дельшес ну да не очень крупное зато рассудок в этой форме не вымерзает не требует никаких танцев с бубнами хранятся они в модифицированной газовой среде а в обычном погребе там где лежат картофель морковь ставят банки с соленьями и при том что это по-настоящему органическое яблоко без единой обработки есть нас чем удивить в теме разве да ну что я скажу вот ирина Александровна многие ученые они ведь не гнушаются вращивать собственные питомники и продавать чуть ли не лично и фамилии вы знаете я знаю а что делать на вашу зарплату ага сейчас ездить в Дубай на вашу зарплату да покупать дорогой автомобиль да в общем вы поняли если что-то не будет получаться раздражаете и продаете дело в том что ааа бесполезно что-то я развелся вот этих вот этих ни мне ни вам не победить вот сейчас зашел всех поверьте не зашел ни казышок зашел открывает дверь говорит на меня просили узнать продаете ли вы эти груши именно груши спросил ну дальше вы слышали ну пока вот это вот не исчезнет продукция мертворожденная не исчезнет ну не сможете вы продать вот что страшно или если вы честно продадите перезимует несколько зима ваши саженцы вот что тут такие вот они еще и плеваться будут нет подавай вот эти 500 граммов это реальность поэтому Сергей Железов ранетки не выращивает хотя ранетки которые я показывал помните вы же позировали у вас на руках лежали ранетки вот такого же типа такого класса не ваши лучшие ваши легкие вот такой был разговор теперь люди все вы упомянули слово вот это у нас есть чем удивительное но я зацепился за это слово наверное первый раз показываю эту фотографию я в москве меня пригласили на международную конференцию пять было только я насчитал академиков ну полсотни и сотня было профессоров еще добрая сотня было кандидатов и я любитель был единственный любитель с трибуны меня фактически попросили ахинею нес понимаете ну когда я на второй день после этого я же такой дали ехать за свой счет я не стал терять время я приехал в Тимиревскую академию она прямо в Москве вот разочарование было небольшое нет это же террористская коллега ручание было огромное все побеждающие каким труд хозяин сада ну исполняющие обязательства доцент по миру не помню вот нашли мы эту вишню для того чтобы сфотографироваться на фоне чего-то ну и что вот он и шедевр видели а если бы вы увидели яблони и груши все в парше полностью весь урожай это большой сад я не знаю куда они девают плоды в этот год плоды и просто все пошло на свалку они просто не выросли в общем тот кто считает паршу болезненным так у них всегда и будет так всегда и будет у меня когда был самые три года назад самое холодное и дождливое невероятно лето сырое ни одно пятнышко на абрикосах гордиться буду всю жизнь нашел добился всего добился не выплевает ни одного пятнышко это 30 как и называется это грибы и все эти все эти номинально ноль полный англ игрушек они же были у меня много питомники несколько сотен я смотрел на одних ни одного пятнышка на других не буду называть сейчас фамилии этих сортов на других ты уже пошла 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 то есть уже вот такое лето дает возможность отобрать мне оказалось примерно допустим 20 сортов было питомники 5 абсолютно чистых еще пять-десять условно чистых то есть годятся на 90 процентов садовой россии и еще пять которые нужно просто выбраковать и больше к ним не возвращаться где к ним не возвращаться на северо-западе москва четыре года москву заливает с экрана телевизора сам слышал и каждый день шли дожди каждый день действительно запороли запороли этот сад дожди запороли этот сад он не был готов все эти сказки про иммунные сорта остались сказками весь сад был уничтожен урожай и это и листья я железо утверждаю я все это видел своими глазами вот этот товарищ я впервые его показываю прошли годы наверно сделал карьеру может уже академик может доктор наук в то время он был доцентом он вел занятия по по прививкам там целая толпа девочек сидела купальниках почти голая а он занимался тем что срезал ветки с этого сада и этих ветках учил их привать за столом учил я поздоровался я познакомился для сибири узнаете не обижайтесь но у меня что-то оно все получит как-то яблони лучше игрушек гусь и киржевишни лучше а через через а опять ну что-то все-все-все все-все фамилия а потом наверно когда уехал он на решил по это наплел мужик он наплел пошел нахер и выбросил на мой телефон а я по разговору я сдал гостя мне так нужен был союзник москве настоящий чтобы уже прошло 12 примерно лет вы представляете сейчас бы все это было бы бульдозером вычищено и все с моего сада и за эти годы десятки тысяч саженцы выросли все это уже давно москве было и забыли бы что хотели еще сейчас хотят это уничтожить имя язык посадите на задний план москва где выросли умудриться это он был на крайне видимо потом уже оброс с этими высотными домами вот это присловие и на сана ваши слова есть чем удивить конечно я чем удивить еще бы как так получилось ну ну вот ищу 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 пять раз какая та самая без кабела привозил молодых ученых в ранге аспирантов этих самых кандидатов он каждый раз был шокирован у меня был десятки раз и каждый раз увозил черенки косточки вот черенки косточки черенки косточки и каждый раз я его рассказывал сказал он видит что это что-то необыкновенное на территории он же специалист настоящий он знал всю среднюю азию он бывший директор гасау в этом со или чего-то там в этом самом узбекистане или таджикистане не знаю он увидел все он знает он объездил сотни садов и вот и он привозит очередного ну посмотрите железо послушайте его два часа рассказываю мы видели несколько фильмов и некоторые из них под камеру вот ну все исчезает без следа глаза пустые а годы идут 74 кому передавать вот это вот пожалуйста это это садовый центр ясно это ваш это красноярский посмотрите что они красноярцы которая явно закупили где-то очередную партию много у себя видели садов мата маточек подчеркиваю откуда берутся косточки веточки вот вращаются подвое там же приваются много в красавчике я ни одного и тогда что получается фотография взята с моего сада вот она одна из самых знаменитых и многие украли эту фотографию и ваш земляки с красавицкой тоже украли значит продавать будут ухту а почему я показываю еще же я не сцепляюсь там сотни вот добрая сотня фотографий с интернетом и нет я к ним не сцепляюсь разбирайтесь сами но какой мою присвоили извините это уже воровство самое настоящее принимаем заказы какие сами что вы принимаете откуда дрова и случае подобная для меня черный казахстан это даже россия я не про политику там может как угодно делиться граница на замке стоят автоматчики там наверное может быть даже танки на границе с казахстаном стоят может быть а садоводы мы за все годы добрая сотня ко мне обращалась с казахстана они все русские русскоговорящие было пару раз 5 когда разговаривали плохо явно было что корни казахские то есть по-русски там слово из пяти букв 10 ошибок с трудом разбирал до попадали даже казахи бывает а может они полу казахи полу русские вот такие тоже бывают и вот я дружу с кириллами вот федоровичем вот он у нас вот его адрес неполный адрес я назначил своим заместителем по казахстану у меня есть такое право если бы были конкуренты у меня это нет это его в россии 1 это я лидер а вот и кто такой же как ты можешь назначать себе еще этих заместителей и могу нету других так вот кирилл приносит свежие новости как заместитель те которые неравнодушны тому что казахстанцев писал кусь слова на его я не сказал я с нашим тревогу надо даю буду когда за караганде заеду теплицу пишет иван вот хохма будет для вас теплица которая продает якобы российский сайт где он нашел вот наши российские будем разбираться смотрите друзья вот этот фотографировался с которой приведены якобы с урала пора зарядом что-то подумаешь груша севера ну чё особенно груша лесная красавица а те кто делал вот это рекламные тем похеру они взяли изобразили лесную красавицу два плода а он опять лесная красавица и совсем другой сорт а им похеру что это уже их выдает уже их выдает что они обманщики они просто взяли на любая груша на любые налепили любые рекламные эти бумажки видите ну сравните лесная красавица и лесная красавица так сам интересно там еще чего-то написано вот если почитать там написано сорт ранее такой летний это 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 кстати нет ладно не буду свою версию давать видели как они посажены вот такая фотография а вот эта фотография она с хитрецой смотрите посмотрели на нее я специально увеличу до предела почему я хочу чтобы попутно становились злым следователем или добрым как я видите посмотрели уловили в чем этот самый вот полная картина крупный план нудовели в чем хитрость сейчас объясню почему мы обещать буду как учеба уже отдельным этим отдельный главой скажем так посмотрели много чего и тут же люди будут платить но они будут такие цены допустим цена на уровне 4000 вот здесь чуть меньше 4 чуть больше это около 1000 рублей потом когда все это замерзнет 5 саженцев купил 5000 выкинул 10 саженцев купил 10 тысяч а извините я про русскоязычных мы не богатые а много там этих олигархов которые купят вот это вот а зачем им олигарх это совсем вилла это в других местах франция италия это только грабит наших людей и вот нашел его до этого места смотрите сливы груши до 45 к одному рубль тенге получается вот порядка 1000 рублей вот ну по нашим меркам недорого но если бы они были сада железова сергея вот вот сейчас узнавали его телефон я бы еще понял шансы есть даже в северном кавказе и теперь получается дальше яблони груши вот и где-то я видел одну цифру выделяется жутко дерево сад девятнадцать тысяч тенге дерево сад еще одна девятнадцать тысяч мы поделим на 5 это порядка четырех тысяч рублей а дерево сад это вот так вот рогулька и 2 2 прививки растет зато круто друг какой дурак купит извините за выражение не рассчитывать что дурак у нас дураков нет но рассчитывать что дурак из просто люди а до чем мобинар проводим чтобы таких людей наивных добрых доверчив было меньше и вот наконец мы добираемся до истины а истина вот она такая вы не поверите у нас на уровне оказывается выращивает смотрим верите не верите ну а приход подумаешь скажем саду у нас растут и так к лавитки в курицу корма саду растут все понятно чёрт это черешни к ее персики йорк где нет сейчас я не обману нектарина йорк персики йорк черешня йорк я одну сбоку произнес я матом не ругаюсь вы видите черешня йорк черешня йорк черешня йорк черешня где на урале маточный сад где нектарины где сотни деревьев растут с которых берутся веточки век у них короткий веточки когда через нектарина с персика с черешней собираешь заболевает по часам до 7 несколько лет умирает это какой садище надо иметь чтобы вот это вот огромное количество было выращено какой садище это невероятно это же и вот он уврали матричный сад ну а дальше естественно вдруг иван федорович по моей просьбе и самым интересом обращается к этой даме и говорит откуда привезли и скажу и все и тогда я сказал себе если допустить саженцы с юга кому она может отказать представляет приезжая все мысль группа с местного телевидения ведь речь идет о сотнях тысяч рублей которые сейчас люди подарят этот подарит или потеряет или поменять на качестве саженцы представляем приезжает местное телевидение говорить откуда вы их привезли как она скажет не скажу как это сразу но одному ответила и приват что это иван как не знал так и не знает с какого питомника ну понятно что не сурала и тогда получается что если бы это действительно кто-то озаботился там же инспекции как и у нас она все осталось как было кто единственное что сказать что они за этом взрыве почему никто не обратил внимание почему никто не проверил действительно ли они с юга или севера а у меня вот такой козырь и так там был еще реклама вот она и вот смотрите это чисто калиброванные фрукты ну тут нам с вами понятно мы не дураки что они с юга они были в специальных этих самых специальной таре да они калиброванные да а теперь представим себе что на урале где так раз есть сад видимо одевать им саня сворачивает а фрукты девать некуда и они их в специальной таре у них такие же фрукты растут нектарины без укрытия на урале где минус 40-45 так что же не цена на русскую премию не подали заявку а если они такое могут еще и торгуют этими теперь после этой фотографии вы поверили что это набирает а а а а а а а а а